Три, сала, вытожи! Три, сала, вытожи! Треба в аппаратуре, а где можно отходить? Ну, вы знаете, что в последнее время, что мы работаем в его работе, но, конечно, мы работаем в здравообразной нереально. В 17-м году, в 18-м году. Вот наше самое основное требование, оставить людей в покое и дать им работать и содержать свои себя и свои семьи. Полностью хотят убрать малый бизнес, то есть это павильоны, да, есть какие-то, может быть, не очень красивые будки. Их надо реорганизовать за счет предприятий. Мы не против за свой счет провести реконструкцию, но хотят полностью все снести. А потом, чтобы мы заплатили им деньги по 10-15 тысяч долларов, и они тогда поставят нам новые павильоны. В цивилизованных странах само государство предоставляет торговое место, за которое мы платим аренду. Они должны за свой счет поставить. Я же об этом же говорю, что нет, чтобы вызвать предпринимателей, посоветоваться. Вы зафиксируете, какой бизнес, вот он плакат написал. То есть, получается, команда Труханова решает, какой бизнес должен быть в Одессе. Не мы решаем, а их команда решает. То есть, снести всех предпринимателей и их павильоны, а потом поставить то, что они считают нужным. По-черезду, честное время, без ворох, подникал. Они в уголки, где думать, где думать, где думать, где думать. Свободу деточки. Пойди, посмотри на свой народ. Все очень просто. Люди хотят работать, хотят платить экологии, хотят спокойно кормить свои семьи. Я понимаю, есть лицо города, когда нужно... Да, такие мафы не нужны, как здесь показали. Которые стоят по 6 лет на демонтаже. Это значит, такие мафы нам не надо. Это 6-7 лет они стояли на 6-м километре на штрафплощадке. Надо же грамотно подойти к этому вопросу. А как это на сегодняшний день? Взять, оставить людей без хлеба, их семьи, что они должны делать? Вот что должен делать человек, который сегодня останется без работы?